Друзья, всем привет! С вами первый видео авторынок, компания RDM Import, и сегодня в обзоре покусанный пчелами девятый ланцер в кузове универсал. Говорить спасибо можно хоть по сто раз на день. Скорее всего, придут в ужас. Довольно странная дискриминация. Ну, собственно говоря, да. Шутить начали, прекрасно. Семейный минивэн с тремя рядами сидений в основном на ум приходят праворульные варианты, такие как Toyota Sienta, Toyota Isis, VISH или что-то подобное. Те, кто постарше, наверняка вспомнят такие культовые модели, как Honda Odyssey и иже с ними. Но сегодня у нас леворульный вариант, причем на классическом автомате. Да, такие автомобили существуют, хотя сибирякам и дальневосточникам в это, конечно, поверить сложно. Вдобавок, это еще и японец. Так что для тех, кто часто ездит с семьей на отдых по трассам, и кому левый руль все же принципиален, сегодняшний вариант может быть интересен Mitsubishi Grandis. Этот большой семейный минивэн, чья внешность напоминает Lancer 9 в кузове универсал, который покусали пчелы, либо изрядно вымахавший малолитражный кольт появился в 2003 году. Модель провела на конвейере не так много времени, последние экземпляры покинули сборочные линии в 2009. Машина вполне официально продавалась на российском рынке, причем без вариантов двигателя на выбор. Всего один-единственный. 2,4 литра, бензин, 165 лошадиных сил. А вот коробка передач, в зависимости от комплектации, могла быть как механической, так и автоматической. Привод только передний. Наш сегодняшний экземпляр 2008 года выпуска. Здесь 199 тысяч родного пробега, и это дилерский автомобиль. Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, на чьей платформе базируется этот минивэн, и какие модели следует присматривать на разборке в поисках донорских агрегатов, если что. На бумаге размеры Mitsubishi Grandis не поражают воображение, но чисто субъективно минивэн кажется огромным. Длина кузова здесь 4 метра 76 сантиметров, ширина 1,79, а высота 1,65. А вот колесная база очень большая, 2,83. Радиус разворота автомобиля 5,8 метра, скажем так, не самый маневренный и верткий вариант. Автомобиль получился еще и тяжелым. Снаряженная масса 1750 килограмм, а максимально разрешенная 2 тонны 250. Сочетание большой массы и длинной колесной базы предопределяет комфортное использование этого автомобиля для дальних выезжей по трассе. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, если бы компания Mitsubishi выпускала напитки, то тара никогда не была бы больше, чем 0,4 или 0,43 литра. Традиционно слой краски на кузове Mitsubishi тоньше, чем у аналогов или конкурентов. Заводской разброс показаний здесь от 70 до 95, край 100 микрон. А клиновидный передок таких автомобилей очень любит ловить сколы, особенно в случае, если вы часто ездите по трассе. Самое интересное, что в отличие, например, от Mitsubishi Outlander, Grandis не особо склонен ржаветь. Единственным исключением на кузове этого минивэна можно считать крышку багажника. Так что не удивляйтесь, если на ней вы обнаружите косметический окрас. Маленькая ремарка перед тем, как перейти к обзору внутреннего пространства. Mitsubishi Grandis автомобиль достаточно редкий, соответственно, и детали кузова на него тоже редкие. Поэтому стоит дважды подумать, прежде чем парковать этот минивэн об забор до хруста. Ну а теперь перейдем к внутреннему пространству. И начнем, конечно, с багажника. Пятая дверь здесь весьма массивная, проем широкий. Его ширина по средней части это 112 сантиметров. Высота от пола багажника, который в данном случае представляет собой сложенные сидения, до потолка 83 сантиметра в проеме и до 95 в средней части. Наименьшая ширина багажника 103 сантиметра. А длина по полу метр тридцать до спинок сидений второго ряда, отодвинутых максимально назад. В силу особенностей трансформации второго ряда, а именно то, что сидения здесь не складываются иначе, кроме как максимально отодвигаются вперед и опрокидываются в лежачее положение, перевести габаритный груз получится, но с некоторыми оговорками. До спинок передних сидений отсюда 2 метра 2 сантиметра, а до передней панели от крышки багажника 2 метра 86. Ну а теперь еще один интересный момент. Распаковочка третьего ряда сидений здесь. Они открываются на весьма оригинальный манер. Причем происходит это легко. Единственное неудобство в том, что сидения складываются без подголовника. Их в любом случае придется вытаскивать. При поднятом третьем ряде багажник становится глубже, но, естественно, теряет в длине 46 сантиметров по полу и 320 литров каталожного объема. Что касается удобств по багажнику этого минивена, можно отметить наличие здесь 12-вольтовой розетки на левой боковой панели, плафона освещения, который вынесен на пятую дверь, а также крючков для крепления сетки, фиксирующий груз. Запасное колесо в данном случае крепится внизу, как на Mitsubishi Outlander. И чтобы его достать, нужно будет сначала опустить крепление запаски при помощи баллонника. А теперь переходим к интерьеру, который здесь, в отличие от прочих моделей Mitsubishi, таких как, например, 10-й Lancer и Outlander, сделанные на его базе, довольно-таки самобытен. Первое ощущение, когда попадаешь сюда, это огромное количество места и света вокруг. Сидения, кстати, удобные. Здесь очень ярко выраженная боковая поддержка, чего не ожидаешь встретить в минивене. Отделка сидений, комбинированная центральная часть спинки и подушки, здесь грубоватая, но вот боковушки выполнены из ткани, чем-то напоминающие алькантару. Рулевое колесо непривычно большого диаметра по современным меркам. Комбинация приборов полностью аналоговая по центру спидометр, тахометр, есть указатель температуры. Всё-таки машина проектировалась в те времена, когда лишние в кавычках приборы никому не мешали. И никакой электронщины не считая электронного дисплея одометра. Конечно, дизайнеры приборных панелей современных китайских авто, скорее всего, придут в ужас при виде этого анахронизма, но вот пользоваться такой приборкой всё же не в пример удобнее. Да и выглядит сама панель симпатично. Пластик на вид, не дешёвый, а вот на ощупь с точностью да наоборот. Мягких панелей здесь просто нет. Это касается и дверных карт, и всего остального интерьера. Всё-таки этот минивэн не относится к премиум-сегменту. Кстати говоря, запас регулировки кресла здесь огроменный. При росте 1,86 м, если я отодвигаюсь максимально назад, я полностью выпрямляю левую ногу в колени, и при этом еле-еле трогаю носком моторный щит. Руль также регулируется, правда, здесь не помешала бы регулировка по вылету, а её нет, только наклон. Причём, в моём случае, удобным будет только самое нижнее положение. Разного рода кнопочек здесь вообще по минимуму. Блок стеклоподъёмников на дверной карте, регулировка боковых зеркал, корректор фар, противотуманные фары, задние противотуманные фонари, пара заглушек с левой стороны, типовые переключатели для Mitsubishi тех лет, которые при работе издают довольно громкие щелчки, но располагаются удобно. Тот самый блок управления климатом, а это именно автоматический климат, весь на поворотных рукоятках. Крутятся они легко, и смена положений тактильно различима, поэтому пользоваться всем этим делом можно и не глядя. За что конструкторам большое спасибо. Ниже располагается штатная магнитола, правда, в данном случае владелец уже поставил дополнительную новую двухдиновый планшетник на базе андроида. Селектор коробки передач классический, без всяких кнопок блокировки, прорезь в виде змейки и есть секция для ручного переключения передач. Кнопка о варите расположена удобно, говорить спасибо можно хоть по 100 раз на день. Обычный механический ручник и клавиши включения подогрева в сидении. Рядом с 12-ти вольтовой розеткой, занимающей центральное положение, на очень низеньком центральном тоннеле. Что касается бардачков, подстаканников и прочих моментов, на центральном тоннеле есть два подстаканника, есть отформованная, вытянутая и узенькая полочка под, видимо, пишущие принадлежности карандаша вторучка, и огромный круглый карман, похоже, что под суповую миску, либо под небольшое ведро с попкорном. Внизу центральной консоли у нас пепельница с металлической пластиной. По центру приборной панели наверху располагается еще один бардачок, но он довольно-таки небольшой по высоте, зато большой по площади. В основном бардачке два яруса. Это небольшая полка сверху, куда можно затолкать, например, лист формата А4. Правда, придется для этого сложить его вдвое. И не очень-то вместительный перчаточный ящик внизу под документы пойдет. Внизу дверей практически по всей длине есть карман, передняя часть которого отформована под бутылку. Ну а на потолке футляр для очков. Что касается обзорности, если не считать за недостаток полностью невидимый капот автомобиля, с ней все в порядке. Дополнительное окошко в передних стойках, большие по площади удобные зеркала, низкая линия остекления и огромное лобовое стекло. А вот с парковкой задним ходом сильно помогла бы камера заднего вида. Правда, в данном случае мы полагаемся только на присутствующие парктроники. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на задних рядах. Что касается заднего дивана второго ряда, в данном случае места достаточно, это касается и запаса для коленей. Они еще не контактируют со спинкой сидения, хотя близки к этому, так и над головой. Само сидение полностью плоское, оно состоит из двух секций. В пропорции 1 треть к 2 третьим есть продольная регулировка и регулировка наклона спинки. Разложить сидение можно практически в лежачее положение, при условии, что третий ряд находится под полом. Что следует иметь в виду, в данном случае не так много места для ступней под передними сидениями. И если ноги стоят на полу, то в данном случае бедро сидения не касается, оно на весу. Зато по части подлокотников все обстоит отлично. Есть подлокотники и на дверной карте, есть подлокотник и в центральной секции сидения. Забыли упомянуть, у переднего пассажира и водителя также есть индивидуальные подлокотники на креслах, как на Lexus RX 300. Также к услугам пассажиров второго ряда собственный пульт управления скоростью вентилятора. В задней части салона подстаканники, которые в данном случае располагаются в дверных картах, есть здесь и откидные столики на спинках сидений. Ну а теперь про третий ряд. Здесь на самом деле не очень много места. Что неудивительно, при росте 1,86 м я упираюсь головой в потолок, а коленями в сидения второго ряда. Правда, если пододвинуть его чуть-чуть поближе и потеснить таким образом пассажиров ряда второго, то место для ног подосвободится. В целом же, если вы будете пониже ростом или если сзади поедут дети, эти сидения будут вполне комфортными. Здесь нет ощущения, что сидишь на скамейке. Они такие же мягкие, как и передние ряды. И даже по части подстаканников пассажиров третьего ряда не обделили. Правда, с левой стороны подстаканник почему-то один, а с правой два. Довольно странная дискриминация. Плюс здесь широченные подлокотники и возможность регулировать спинку по углу наклона. Правда, в таком положении уже придется биться головой о заднее стекло. И, как уже было сказано, нет ни одного автомобиля с третьим рядом сидений, выход из которого не уронит ваше достоинство. Под капотом Mitsubishi Grandis располагается рядная четверка с чугунным блоком. Ее индекс 4G69. И это довольно-таки старый мотор, причем крайне распространенный. По окончании своей карьерной жизни на японских моделях, этот двигатель разошелся по китайским автопроизводителям в виде лицензионных копий. Ставился он очень много куда. У этого мотора один верхний распредвал. Здесь ременной привод газораспределительного механизма, обычно распределенный впрыск топлива. Есть система изменения фаз газораспределения MiVec и электронная дроссельная заслонка. Мотор очень простой по нынешним меркам. Простой и надежный. Ресурс подобного агрегата лежит за пределами 350 тысяч километров пробега. Масло вязкостью 5W30 заливается сюда в объеме 4,3 литра. При этом мотор любит качественный 95-й бензин. А поскольку агрегат это достаточно старый, то вкупе с такой же старинной автоматической КПП расход топлива здесь в городе будет в районе 15 литров на 100 километров пробега. Каких-то конкретных болячек, связанных с конструктивом, у этого мотора по большому счету нет. Если не считать за таковую, небольшой ресурс роликов и самого приводного ремня вспомогательных агрегатов. Кстати, ГРМ в данном случае по регламенту меняется раз в 80 тысяч километров. И помимо основного ремня, здесь есть еще маленький ремешок, приводящий балансирные валы. Так же, как на дизеле 4D56, здесь возможен разрыв маленького ремня с последующим его попаданием под основной ремень ГРМ. И при таком исходе вы получите загнутые клапана и последующий ремонт головки блока. Так что замену ГРМа лучше не пропускать. Кроме того, регламент предусматривает регулировку клапанов раз в 100 тысяч километров пробега, но на практике далеко не каждый владелец машины с подобным двигателем этим занимался. Мотор нередкий, свое наибольшее распространение он получил на первом поколении Mitsubishi Outlander или праворульном его варианте Airtrek. Что касается автоматической коробки передач, то это F4A42. Одна из ее разновидностей. Это старинный автомат 96-го года разработки. В отличие от современных, не обслуживаемых в кавычках, агрегатов, здесь есть щуп, позволяющий контролировать уровень и чистоту рабочей жидкости. В плане ресурса к этой коробке вопросов минимум. Она спокойно служит и 400, и более тысяч километров пробега. При условии, что за ней ухаживают автомат, не любит грязного масла. Регламент замены раз в 60 тысяч, иначе неизбежны последующие проблемы с гидроблоком. Также некоторые владельцы умудрялись довести до разрушения компоненты механической части коробки, например, подшипники планетарного ряда Overdrive. Но при обычной нормальной эксплуатации подобный исход, скорее всего, минует вас стороной. Если же страшное произошло, то имейте в виду, подобная трансмиссия имеет огромное распространение. Эти коробки в разновидностях для полного привода, в том числе, устанавливались на целую плеяду корейских моделей. В том числе, на такие модели концерна Hyundai, как Hyundai Sonata 3-й генерации, Grandeur, Compact-Ven Matrix 1-го генерации, кроссовер Hyundai Santa Fe 1-го поколения, а также Tucson JM. Соответственно, и на многие Kia тоже. Дефицита запасных частей на эту коробку нет. Она изучена и ремонтопригодна. Ну а теперь перейдем к еще одному козырю этого минивена, дорожному просвету. Вот, несмотря на то, что это моноприводный автомобиль, клиренс в низшей точке под защитой моторного отсека здесь целых 17 сантиметров. До переднего бампера 19, и ничего ниже этой отметки здесь не свисает. Так что подъезжать к высокому бордюру можно даже передним ходом. Без опаски бампер повредить. До пластиковой накладки порога за передним колесом 21 сантиметр. В задней части 23. Расстояние от асфальта до нижней кромки заднего бампера 25 сантиметров. Примерно на этой же высоте висит и запасное колесо. Так что даже несмотря на большую колесную базу, этот минивен не спасует при попытке проехать на дачу. При условии, что дорожное покрытие будет твердым. Что касается ходовой части, то у Mitsubishi Grandis передняя ходовка представляет собой Макферсон. Шаровые опоры в данном случае запрессованы в рычаге и в оригинале меняются в сборе. Кстати, их ресурс весьма немаленький. Порядка 180 тысяч километров до замены. Стабилизатор поперечной устойчивости расположен не особо удобно для обслуживания. На подрамнике сверху и для замены втулок подрамник придется демонтировать и опускать. Рулевая рейка в данном случае гидравлическая и на пробегах за 120 тысяч километров. Она, как правило, уже имела свойство начинать потеть по шлангам подачи жидкости и в некоторых случаях по сальникам. Заводские амортизаторы выхаживают за 200 тысяч километров пробега. По этому параметру Grandis крайне крепкий автомобиль. И даже ресурс компонентов стабилизатора поперечной устойчивости здесь никак не менее чем 60-70 тысяч километров пробега. В задней части автомобиля расположен и топливный бак. Его объем 65 литров, бак стальной. Никаких практически защит, кроме термоэкрана, у него нет. Поэтому при осмотре автомобиля обратите внимание на отсутствие здесь коррозии. Также задний стабилизатор поперечной устойчивости имеет очень толстое сечение прута и необычной конструкции стойки. Что-то подобное мы видим на Toyota RAV4 в 30-м кузове. А вот амортизатор и пружина сзади стоят отдельно друг от друга. Задняя подвеска у этого минивэна тоже довольно интересная. Не так часто встречается подобное на автомобилях в наше время. Сзади, как правило, либо балка, а либо многорычажная конструкция. Здесь же с каждой стороны по одному большому рычагу. Конструкция чуть сложнее, чем привычная зависимая подвеска. Ну а задние тормоза дисковые. Глядя на эту конструкцию, не приходится удивляться тому, что до пробега в 1250 лазить сюда не приходится вовсе. На этом наш обзор подошел к концу. Надеемся, теперь у вас сложилось понимание, что представляет собой левый руль автомат 7 мест от Mitsubishi. Напоминаем, в обзоре был автомобиль 2008 года выпуска 2.4, бензин 165 лошадей, автомат и 7 мест. Заинтересовал этот автомобиль, контактный телефон для уточнения в том числе и актуальной стоимости и его наличия в продаже в описании под видео. Ну а если была такая машина и есть свой позитивный либо негативный опыт, все это отразите в комментариях, чтобы людям, которые думают о покупке подобного варианта, было проще сделать выбор. Спасибо, что смотрите. Если обзор понравился, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok